У меня есть три коротких совета, как сделать так, чтобы использовать журналистику себе во благо, себе на пользу. Во-первых, мы должны использовать свой главный журналистский скилл, это умение собирать информацию, работать с фактурой. Журналисты, как известно, в первую очередь, щейки фактов, деталей. И вот этот процесс бесконечной наработки вот этого фарша текста можно очень круто использовать для написания художественного текста, который вы пишете для своей литературной карьеры, для удовольствия, потому что это как раз то, чем страдают многие непрофессиональные авторы, которые берутся за большую прозу, у них не хватает вот этого как раз фарша. У журналистов проблемы с наработкой, деталей нет, и мы должны это использовать себе во благо. Во-вторых, мы всегда можем обратиться к своему богатому журналистскому опыту для того, чтобы придумать какой-то сюжет или как-то сдобрить текст интересными событиями, потому что я уверена, что у каждого из вас, у всех, у кого за плечами большой или средний или маленький журналистский опыт, всегда найдется какая-то ситуация, которую можно развить, какой-то невероятный случай, какое-то приключение, какой-то момент, про который можно сказать, о боже, и такое тоже было. И как минимум это может потянуть на пост в Инстаграме, как что-то большее, это может получиться рассказ или эссе, а там, глядишь, и действительно может сложиться какая-то полноценная книга. И третье, что мы можем как авторы использовать, это сам принцип работы над текстом. Вместо того, чтобы относиться к творческому процессу как к какому-то очень творческому, слишком творческому процессу, когда ты лежишь на диване и ждешь посещения музы, мы можем и мы должны относиться к этому как к работе, так же, как это делают журналисты, работающие в журналах, газетах и на сайтах. Например, я в свое время работала в еженедельнике, и это был очень большой объем работы, без возможности выпасть из этого процесса. Потому что, если ты выпадаешь, просто может номер не выйти или вся твоя рубрика полететь к чертям. Так вот, если вы работаете над произведением художественным, нон-фикшн, фикшн, все что угодно, относитесь к этому процессу как к работе. Знайте свои дедлайны, умейте отвечать перед собой, как перед внутренним редактором. Строите работу, соответственно, чтобы у вас получалось и творить, и отдыхать, и оставалось время на какую-то творческую рефлексию, и будет вам счастье. Всем классных текстов, всем удачного творческого процесса. Пока!